Всем привет! Вы зря считаете, что процесс эволюции уже закончен. Природа продолжает ставить на человеке немыслимые эксперименты, результаты которых часто получаются настолько пугающими, что никакой фильм ужасов не может и рядом стоять. Вот, к примеру, десяток документально зафиксированных случаев генетических аномалий, от одного вида которых становится не по себе. Также вы можете подписаться на канал, нажав на значок подписаться под видео. Поехали! Циклопия чаще встречается у животных, но случаи проявления у человека тоже отмечены. Эмбрион по каким-то причинам не разделяет глаза на две полости. В 2006 году такой ребенок появился в Индии. Три ноги Лентине родился в 1981 году на солнечном острове Сицилия. Его уродство проявилось в результате странной аномалии. Один сиамский близнец в утробе частично поглотил другого. По сохранившимся свидетельствам у Лентине было 16 пальцев и два комплекта функционирующих мужских половых органов. Каменный человек Синдром каменного человека или по-научному фибродисплазия является чрезвычайно редким заболеванием соединительных тканей. У людей, которые страдают фибродисплазией, костная ткань растет там, где обычно располагаются мышцы, сухожилия и другие соединительные ткани. В течение жизни костная ткань разрастается, превращая человека в живую статую. Хвостатый человек Чандры Арам – индийский йог из Западной Бенгалии. Известен своим длинным хвостом. Местные жители принимают Чандры за воплощение Ханумана – индуистского бога. На самом же деле Чандры родился с редким отклонением, известным как расщепление позвоночника. Синдром Унаратана Болезнь названа в честь турецкого эволюционного биолога Унаратана. Синдром проявляется чрезвычайно редко. При нем люди ходят на четвереньках и страдают от тяжелой умственной отсталости. Интересно, что все случаи заболевания зафиксированы только в Турции. Деревянный человек Наука знает лишь несколько случаев проявления эпидермодисплазии бородавчатой, характеризующейся генетической ненормальной восприимчивостью к папиломе человека. Из-за этого по всему телу бедняги вырастают странные образования, схожие с деревянной стружкой. Ребенок-лягушка Это единичный случай проявления страшной аномалии. Ребенок с анонцефалией родился у матери двух нормальных дочерей. При анонцефалии человек появляется на свет без основных частей мозга, черепа и кожи на голове. Мигрирующая эритема Блуждающая сепь языка выглядит в точь-в-точь как рисунок на географической карте. Эта болезнь совершенно безвредна и появляется у 3% людей по всему миру. Ихтиосораликина Ихтиосораликина является очень редким и часто фатальным генетическим кожным заболеванием. Дети рождаются с очень толстыми пластами кожи по всему телу и глубокими сочащимися кровью трещинами. Гипертрихоз Широко известный как синдром амбраса или синдром оборотня. Гипертрихоз это генетическая аномалия, характеризующаяся огромным количеством волос на лице и теле. В средние века таких несчастных просто считали оборотнями и сжигали. Теперь же пытаются лечить. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк.